В ближайшие годы алтайские фермеры должны продавать на экспорт вдвое больше своей продукции. Такой результат наш регион должен достичь, в том числе за счет федеральных средств. В рамках нацпроекта развития фермерства и сельхозкооперации до 2024 года край получит 500 миллионов рублей. На что нужны эти деньги и достаточно ли этой суммы на всех обсудим сегодня. Наши гости Николай Сергеевич Халин, заместитель министра сельского хозяйства Алтайского края и Юрий Александрович Фриц, председатель Алтайского союза предпринимателей. Здравствуйте. Николай Сергеевич, какова цель этого федерального проекта и на что нужна поддержка? Прежде всего цель национального проекта звучит и сформулирована таким образом, что выделяемые федеральным центром средства должны быть направлены на повышение предпринимательской активности сельского населения, на решение проблем занятости и на создание институтов, инструментов эффективной реализации производимой продукции у малого сектора экономики. То есть вопрос увеличения количества. Так получается? Юрий Александрович, в связи с этим, как вы оцениваете сумму в 500 миллионов рублей, если это общая сумма на весь край на 5 лет? Ну, вот вы в подводке-то сказали о том, что это на всех. Да, ну, понятно, подходы будут, наверное, как бы избирательные. Вот, и в первом приближении сумма звучит внушительно. Вот, но, как вы правильно заметили, на 5 лет это получается по 100 миллионов в год, если по среднему мы возьмем. Если мы будем исходить из количества фермерских хозяйств порядка 5000, я могу тут ошибаться, плюс-минус, то мы получим арифметическую цифру 20 тысяч рублей в год на хозяйство. Это вот при таком, если массовом подходе. Наверное, это недостаточно. В общем-то, мировая практика говорит о том, что поддержка может быть и есть в развитых странах гораздо серьезней. У нас край, так скажем, традиционно аграрный, и, на мой взгляд, поддержка должна быть более весома, потому что слишком много проблем сегодня у фермеров, которые могли бы быть решены с помощью вот этих привлеченных средств. Поэтому много денег не бывает, хотелось бы их побольше. Николай Сергеевич, простая арифметика по 20 тысяч рублей, если на каждого, но все ли имеют право получить... Давайте я вам объясню ситуацию, что федеральный проект, инициатива федерального центра, и поддержанная, и имеющая сегодня подкрепление в региональном проекте, это речь идет, эти средства будут направлены на создание новых фермерских хозяйств, на создание новых кооперативов, на создание и поддержку именно стартапов. То есть здесь речь не идет о распределении по крестьянско-фермерским хозяйствам и хозяйствующих субъектах, которые сегодня работают на селе. Это так называемые стартапы. И здесь Алтайский край, как и в предыдущие годы по развитию кооперации, и в этом году, в текущем году по линии поддержки малых форм хозяйствования, выходит с пилотным проектом выделять денежные средства сельским поселениям. То есть мы берем сегодня, вот в 2019 году, два сельских поселения. Сельское поселение в Волчхинском районе, село Вострова, и сельское поселение в Немецком районе. И путем активизации предпринимательской активности, по созданию в каждом из этих районов 8-10 крестьянско-фермерских хозяйств, объединяя их в кооператив, поддержано с 2012 года, и создано, и поддержано 332 фермерских хозяйства. У нас сегодня ими производятся продукции порядка 5-7 миллиардов рублей. И мы сегодня понимаем, что в этом секторе экономики, нами поддержаны через такую государственную поддержку, как Гогрант, сегодня содержится 49 тысяч голов крупнорогатого скота. А вот тогда у меня вопрос к Юрию Александровичу. К вам, возможно, обращаются фермеры, и вот те, которые уже работают на земле, их устраивает та действительность, которая сейчас существует? Поддержка, поддержка, я повторюсь, то есть она всегда полезна, всегда, никогда не бывает лишней. Весь вопрос, чтобы она была своевременна, весь вопрос, чтобы, на наш взгляд, она была все-таки более справедлива, потому что получается иногда, что мы, выделяя кого-то, тем самым создаем конкурентные преимущества по отношению к другим, по отношению к тем, кто не получил эту поддержку. Ну и надо понимать, что, в общем-то, поддержка у нас всегда сопровождается таким пристальным вниманием контрольных органов. Ну это федеральные деньги, надо понимать, то есть за этим как бы внимательно смотрят. Но на наш взгляд, она порой чересчур, так скажем, носит пристальный характер, потому что хозяин лучше знает, куда ему направить. А у нас бывает, знаете, ну не то, что бывает, оно действительно так, то есть деньги носят целевой характер. А собственнику сегодня надо закрыть там покупку топлива, значит, семенного фонда или что-то. Хозяину виднее на земле, как распорядиться деньгами. Важно, что они действительно идут на нормальное, здоровое дело. То есть постепенно нужно уходить от адресной помощи, да? Нужно всем распорядиться. Ну мы всегда говорили, как бы позиция не на вас, что, в общем-то, подход, так скажем, системный, на наш взгляд, более справедлив, когда, исходя из поголовья, значит, скота, исходя из количества оборватанных земель, поддержка осуществляется погектарная. В общем-то, в мире практики такие, как бы, и сформированы. В развитых странах сумма поддержки государством сельхозпроизводителя доходит до 60% в объеме доходов хозяйств. Понятно, есть разные страны, разные подходы, но, тем не менее, сегодня конкурировать на рынке, в том числе наш производитель, наш фермер, наверное, без системной поддержки, в том числе финансовой, не сможет. Вот это надо признать. А вот мой вопрос, ну давайте с вас начнем. Губернатор обозначил, что за годы программы экспорт фермерских продуктов должен значительно вырасти. Но все мы знаем, что алтайской натуральной продукции не хватает, прежде всего, жителям алтайского края. Вот какая-то помощь нужна для того, чтобы выйти к потребителю? Я, малейко, с другой стороны зайду. На мой взгляд, сегодня основная проблема именно выхода качественной продукции, она не всегда дешевая, до потребителя. Понимаете, у нас сегодня львиная доля все-таки в торговом секторе занимают сети, крупные сети. И это, наверное, основная проблема, потому что в сети зайти тяжело. Надо соответствовать определенным параметрам, даже с точки зрения упаковки, логистики, ну масса-масса товарного объема, масса ограничений, где вот мелкий фермер не может соответствовать этим требованиям. Мы всегда говорили, что у нас есть инициатива о том, что совокупное присутствие торговых сетей в муниципальном образовании не должно превышать 50%, например. Потому что мы должны поддержать, в общем-то, и нашу торговлю, через которую мелкий фермер, мелкий сельхозпроизводитель может довести свой товар до конечного потребителя. Но вот такое вот ярко выраженное присутствие сетей, оно, на наш взгляд, уже сегодня сдерживающий фактор носит. Ну и плюс логистика, мы все-таки удалены от основных рынков сбыта, естественные монополии в виде РЖД и прочее, значит, затрудняют нам выход, вот именно экспортный потенциал Алтайского края. С этим тоже надо что-то делать, рецепты, в общем-то, есть, это и субсидирование перевозок, и поддержка экспорта, но это такой большой глобальный вопрос надолго. А вы, Николай Сергеевич, что можете к этому добавить? Какие варианты есть? Вот решение этой проблемы сегодня обсуждается и на федеральном уровне, и мы, как региональный регион, участвуем активно в разработке тех мероприятий, которые сегодня должны способствовать решению тех задач, которые бы привели к исполнению тех намеченных индикаторов. Это вот о чем и Александр сказал, что сегодня активно сельхостропроизводители работают с российским экспортным центром и по постановлению 1104, понятно, да, потому что стратегический партнер для нас Китай по экспорту, мы активно участвуем в этой программе, в этой поддержке и имеем очень хорошие результаты и в текущем году, и в предыдущие годы. С 2019 года начинает работать 406-е постановление, это субсидирование логистических затрат по поставке нашей продукции, произведенной в Алтайском крае, в том числе продуктов растениеводства, животноводства еще нет, но растениеводство уже присутствует по всей территории Российской Федерации. Сегодня мы готовы уже и видим, насколько даже по сравнению с прошлым годом, во сколько раз увеличилась экспортная составляющая в бюджете Алтайского края. Мелкие фермеры могут экспортировать? Мелкие фермеры путем кооперирования и через коммерческие структуры, которые их объединяют, так или иначе этот процесс не одного дня. Сегодня Российская Федерация, правительство и инициативы президента направлены на то, чтобы разъяснять мелкому фермерству правила объединения через кооперативы, каким образом они могут через эти институты выходить сегодня на хорошие объемы, обеспечивать товарные массы, обеспечивать качество, обеспечивать требования к экспортным продуктам. Естественно, маленькому фермеру на 500 гектарах земли, производящему просто сегодня пшеницу, ячмень, овес, сою, чечевицу, естественно, с его объемом, ну даже наверняка неправильно даже рассуждать, если он будет искать пути эффективной своей реализации без объединения со своими крестьянами, со своими, как бы сказать, единомысленниками для решения своей проблемы. Поэтому, но здесь мы ставим перед собой цель и считаем ее правильно, что нельзя играть не в компания еще, но нельзя играть в какое-то насильное объединение, нельзя создавать насильно какие-то структуры, которые бы выполняли якобы благую роль для сельхозпроизводителя. Вот Александр очень правильно сказал, что задача каждому хозяйствовать на своей земле таким образом, что ему виднее. Если ему виднее сегодня и выгоднее сегодня работать вот по тому сценарию, к которому он привык, он знает этот сценарий и его это устраивает, он продолжает работать таким образом. Есть же такие сельхозпроизводители, которые сегодня объединяются, создают торговые дома, создают коммерческие структуры, создают кооперативы. И вот роли государства как раз и наши с вами, да, разъяснить для того, чтобы вот этот процесс объединения был менее болезненный и более эффективный для них. Хотелось бы вот дополнить еще, соглашусь с Николаем Сергеевичем, что развитие потреб к операции тоже один из способов решения. Но я бы еще рассмотрел возможность государству самостоятельно производить закупки. То есть государство как контракт одержать, оно более устойчиво к внешним воздействиям, значит, и, так скажем, ему гораздо проще отправить это на экспорт. И было бы целесообразно, если бы государство в значительном объеме самостоятельно производило закуп продукции, сельхозпродукции, производили по справедливой цене. Хорошее замечание. Да, по справедливой цене. А мы сегодня говорили о перспективах фермерского производства в Алтайском крае. Увидимся. Продолжение следует...